Привет! Это снова я узнали. Сегодня я хочу рассказать вам про два моих подарка на Новый год. Это две... Две упавшие брови. Это две странные сумки, которые, честно говоря, я купила сама себе. Потому что лучший, Дед Мороз, это ты сам. Итак, первая странная сумка, это сумка от бренда, которая называется MyBacho, наверное, да? Я оставлю ссылку на них в описании. И это сумка с гусём, который говорит кря. Почему гусь говорит кря? А чтобы ты спросил. Очень легко знакомиться. То есть, если бы я не была с ребёнком, я бы уже забеременела, наверное. Потому что пока я доехала от своей станции метро до центра города, со мной познакомилась, наверное, мужиков в 10, которые спрашивали, почему гусь говорит кря? Милый мой, ты ещё не всё знаешь. Если сумку открыть и залезть туда внутрь, то гусь не только будет говорить кря, но и светится. Видите ли? Он светится. Он светится. Класс, да? Сумка стоила, не переведи Господь, мама посмотрит это видео, 8900. Она, наверное, пластиковая, но обтянута эко-кожей. Очень качественно. Здесь нет никаких ни швов, ни неровностей, ничего. Как будто её просто слепили из этого всего. Кожаные, значит, крепления. Очень тоже качественные. Здесь фурнитура вся, насколько я поняла, немецкая, наверное, да? В общем, не буду врать, они мне говорили, что фурнитура какая-то. Я такая, наверное, это здорово. Здесь два, вот таких вот, две петелечки, на которых она, собственно говоря, держится. И когда её открываешь, там лежит тампон. И когда её открываешь, там есть маленький кармашек, отделение, в которое влезает достаточно много всего. Я, честно говоря, думала, когда заказывала, что она вот такая малюсенькая, но нет. Тут всё очень аккуратненько сделано. И здесь есть вот такая вот штука, включатель-выключатель, который, собственно говоря, и позволяет сумочке светиться. Можно выключить, можно включить. Работает от двух батареек пальчиковых. Так что имейте в виду. У меня есть скидка 10%. Я, правда, не знаю, как она действует. Но, в общем, если вдруг что, вы скажите, что у вас есть визитка от меня. Единственное, что когда там много всего лежит, и её закрываешь, может быть, вот в эти вот щели попадать то, что там лежит. Но это, знаете, я просто навалила туда всего. И дополнительно ещё к ней идёт ремешок, за который я оплатила, он 500 рублей. Потому что там шла цепочка, а цепочки я не люблю. Но вот тонкий кожаный ремешок, очень аккуратненький, выглядит это всё чудесно. И она, видите, она размером с мою башку. То есть туда влезет, в принципе, всё необходимое. То есть сигареты, бутылка Ягуара и билет на метро. Ой, билет на короля Ишута, хотела сказать. Я, но короля Ишута, по-моему, уже не существует, да? Итак, вторая сумка, которую я также купила сама себе. Это Ранзель Бэкс. Когда это увидела моя мама, она стала смеяться и говорить ха-ха-ха. А теперь ты вместо пальто надень пакет из-под Макдональдса, потому что это стильно, модно и молодёжно. И она говорит это каждый раз, когда меня видит. Каждый грёбанный раз. Это не бумажная сумка, но она выглядит как бумажная. Это материал называется Нанокрафт. Когда я сказала это маме, она сказала, ну, Крафт, бумага, купила бумажную сумку. Но эта бумага, будем называть её так, она не промокает, она не рвётся. И Анфиса жевала её в течение, наверное, нескольких дней, и на ней не появилось ни одной вот непотёртости, ничего. Мне кажется, что это очень смешно. Но я встречалась с одним из приятелей, и я уже в конце нашей встречи говорю, а ты заметила ещё, что у меня сумка какая-то крутая? Он говорит, ой, я думала, ты с пакетом из пятёрочки ходишь. Так что если вы хотите кому-то это подарить, убедитесь, что у него нормальное чувство юмора, и он воспримет вот это вот как роскошь, а не как бумажную грёбаную сумку. Она гигантская. То есть у меня там, не знаю, 4 бутылки шампанского туда влезет, да? Видите, какими категориями я мерю. У меня дедушка всё мерил пол-литрами. Это же сколько, пол-литр, говорил он. Очень плотные вот эти вот ручки. И здесь здорово, что они опоясывают сумку. Я носила перед Новым годом там почти все подарки, еду. Набивала её не знамо как, и она выжила. То есть это очень качественный и прочный материал. Она на молнии. Молния тоже хорошая. И когда открываешь, там маленькое отделение с молнией для всяких паспортов и так далее. Два маленьких кармашка без молнии для того, чтобы раскладывать, не знаю, мобильный телефон или ещё что-нибудь. И ещё дополнительно идёт привязанная намертво косметичка, в которую я складываю... Что там? Тампоны. В которую я складываю всякие полезные мелочи. Ну, например, можно, в принципе, положить туда, наверное, проездной и пикать им, не вынимая из сумки. Потому что я всё время теряю подорожники. Я оплачиваю подорожники, и я теряю подорожники. Мне кажется, я уже на миллион рублей оставила в потерянных подорожниках. Итак, здесь внутри, ну, такая тканая подложка. У неё изнанка тканая. Вполне всё приятно. Молния качественная. Она гигантская, огромная и очень удобная. В снег, в дождь, на пляж. Отлично. Я обожаю эту сумку. Серьёзно, девчонки или кто там, мальчишки. В общем, из Ранзельбекс. Я вас отмечу обязательно. Спасибо вам большое. Это действительно просто отличный подарок. У этой фирмы есть ещё очень много... Есть рюкзаки, есть другие сумки-шоперы. Есть сумки через плечо. Есть даже сумки поясные. И даже есть какие-то кошельки. В общем, у них очень много, разный-разный выбор. Есть вот такого натурального цвета, что, мне кажется, самое смешное. Есть белые, есть чёрные. По-моему, даже есть серые. Но это я могу наврать. А у... И находятся они, насколько я поняла, в Москве. То есть мне очень быстро это всё доставили. А вот девочки из Майбачо находятся, насколько я помню, в Омске. Ну, в общем, в каком-то далёком городе. И они делают в основном сумочки на заказ. У них есть что-то в наличии. Но вот это, по-моему, самое дешёвое, что у них есть. То есть там сумки 15-25 тысяч рублей. Есть деревянные, великолепные сумки из дерева с объёмными аппликациями. Есть светящиеся, есть не светящиеся. Есть большие, есть маленькие, есть средние. Есть с ручками деревянными, есть просто полностью деревянные. Красивейшие просто изделия. Хотя бы просто пойдите и посмотрите, что вообще люди делают, вместо того, чтобы сидеть в падиках и пить пивас. Возьми себя в руки, открой свой бизнес. Это я себе. Вот так. Идите, смотрите скорее по ссылкам в описании эту всю красоту и великолепие. А я оставляю вас, потому что у меня кошка пытается прогрызть мне дверь. А если она прогрызёт мне дверь, новую дверь я уже не куплю. Пока не открою свой бизнес. Надо подумать, какой. Всех с Новым годом. Всем пока.